Секью 408-179-873, задавайте свои вопросы Олегу Панфилову в прямом эфире, обязательно озвучим, постараемся на них ответить. Вот когда вы приехали, собственно, когда вы ехали, да, скажем так, уже из Аджарии в Тбилиси, вот расскажите, вот была бомбардировка, да, поскольку такое огромное количество дезинформации со всех сторон, хочется наконец услышать от человека, который собственными глазами видел, собственными ушами слышал. Ну, я особо много не видел и особо много не слышал, хотя, конечно, когда я собирался ехать в Грузию, я следил за тем, что происходило в Южной Осетии, я уже знал о том, что российские военные подразделения уже проникают на территорию Южной Осетии, уже знал о том, как обстреливались со стороны Схинвали грузинские деревни, как была взорвана машина грузинской полиции, как было покушение на президента протбилисского, президента Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Но мне все-таки казалось, что эта ситуация как-то будет урегулирована, то есть она не перейдет к административной границе Южной Осетии, и, в общем-то, мы сможем спокойно отдыхать. Как, впрочем, и оказалось, я уехал в Билиси, а дочь и зятя остались в Аджарии и спокойно провели весь отпуск до конца. Поэтому, когда я ехал рано утром из Аджарии в Тбилиси, то увидел дыхание, или почувствовал дыхание войны только в горе. Я когда въехал в горе, это было примерно 8 часов утра или около 9, вся центральная площадь, там, где стоит памятник Сталину, была заполнена резервистами, их было очень много, может быть, тысячи, полторы или две. Стояло огромное количество автобусов, часть военных, видимо, регулярная армия ездила на военных таких квадроциклах, стояла какая-то бронетехника. И тогда я подумал, что как-то немножко неправильно это сделано, потому что один авиационный удар, и погибнет огромное количество людей. Вот я подумал об этом, проехали горе, поехали в сторону Тбилиси, и за нами уже началась бомбардировка. Это, собственно, все, потому что я не стал потом ездить по местам военных столкновений, потому что у меня было достаточно много работы в Тбилиси. В Тбилиси нужно было анализировать огромное количество информации. В Тбилиси было очень много журналистов, иностранных журналистов, с которыми мне приходилось общаться, когда они возвращались, допустим, из горя, из деревень, которые находятся вокруг горя. Я, кстати, в своем блоге размещал фотографии машины бронированного джипа агентства Reuters, которая попала под обстрел 12 августа, именно в тот день, когда разорвались кассетные бомбы в центре Кури, там же, на той же площади, когда погиб голландский журналист, и когда было ранено довольно много людей. Что происходило дальше? Все-таки, как я уже говорил в начале, огромное количество было самой разноречивой, скажем так, информации с российской стороны, с грузинской стороны. Естественно, я не могу вас, как руководителя центра экстремальной журналистики, попросить проанализировать, собственно, как себя вели журналисты российские, грузинские, зарубежные, куда, скажем так, они стремились, куда им был разрешен доступ, насколько они честно и непредвзято освещали то, что происходит. Я бы разделил весь этот конфликт, все эти события на две части. Первая часть – это период непосредственно боевых действий, это было все-таки не пять, по-моему, это все-таки четыре было дня. И когда журналисты становились жертвами во время боевых действий, тогда, когда довольно трудно им предпринимать какие-то меры безопасности, тем более многие журналисты первый раз оказывались на войне, и они не знали, как себя вести. Хотя первые жертвы, слава богу, оставшиеся живыми, это два журналисты российского телевидения, Александр Сладков и его оператор, они были ранены, когда передвигались с российской армией вглубь Южной Осетии. Они, на мой взгляд, нарушили главное правило, которое мы рекомендуем всем журналистам, которые уйдут на войну, это никогда не одевать военную форму, никогда не брать в руки оружие и никогда не ездить на военной технике, потому что во время боевых действий они становятся объектами нападений, точно так же, как и военнослужащие. Вот тогда, в этот период, погибло три журналиста, напомню, 12-го погиб во время обстрела горя голландский журналист, а раньше 9-го или 10-го числа погибли два грузинских журналиста, Гига Чехладзе и Александр Климчук. Очень известные ребята, которые работали в том числе и с нашим Центром Экстремальной Журналистики. Саша нам предоставлял свои фотографии, он был очень хорошим фотографом, работал на ИТАРТАС, на многие другие международные агентства. Гига был очень хорошим журналистом, который писал для нашего сайта pankisi.info. И по рассказам очевидцев, которые ехали в той же самой машине, их ехало 4 человека в сторону Цхинвали, когда их остановили военные, Гига вышел из машины и спросил их по-грузински. В ответ раздались автоматные очереди, потому что оказалось, что это так называемые юго-осетинские ополченцы. То есть они погибли от рук вот этих людей. За этот период было ранено 10 человек. То есть вот те 10 человек, которые попадали под обстрелы, которые оказывались в гуще военных действий. И на войне, к сожалению, нет особой защиты для неопытных журналистов. Второй период – это период оккупации, когда огромное количество журналистов, мне сейчас очень трудно сказать цифру, я полагаю, что это более 20, может быть даже и 30. Потому что мы только сейчас начинаем анализировать информацию, вместе с грузинскими коллегами готовим специальный доклад по этому поводу. Огромное количество журналистов, которые подвергались нападению как со стороны российских военнослужащих, так и со стороны так называемых юго-осетинских формирований, ополченцев, людей, которые ходили в военной форме с белыми повязками на рукаве. Они отбирали у журналистов автомобили, они отбирали у журналистов аппаратуру, они их били, они угрожали, они их обстреливали. И в YouTube, в интернете можно найти несколько роликов, например, когда турецкие журналисты ехали и попали под обстрел. То есть даже видно хорошо, как их бронированный джип и бронированные стекла, переднее стекло, попадают эти пули, когда они попали под обстрел. В YouTube есть ролик о том, как какой-то пожилой человек из этих юго-осетинских формирований с седой бородой угрожает пистолетам израильскому журналисту. То есть достаточно много свидетельств. Например, этот кадр, который попал во многие выпуски новостей мировых телекомпаний, когда в прямом эфире грузинская журналистка была ранена в руку. То есть это был, конечно, не снайпер, потому что снайпер наверняка стрелял не так и наверняка бы ее убил. Это был какой-то выстрел со стороны для того, чтобы ее отпугнуть, для того, чтобы ей не дать вести репортаж, она была ранена в руку. Вот таких случаев было огромное количество, в том числе это большинство было в горе или при подъезде в горе. А часть нападения была зафиксирована в поте, когда уже российские военнослужащие мешали журналистам работать. Самое серьезное было нападение на корреспондентов Ассошейта пресса. И, наконец, я должен сказать, что грузинские журналисты совершали подвиг. Они, наконец, стали превращаться в нормальных журналистов. Раньше они были достаточно политизированы, ангажированы, занимались информационными войнами. А сейчас они стали настоящими журналистами. Я имею в виду не их позицию. Понятно, что они патриоты, и понятно, что они работают на одной только стороне, на стороне своей страны. Но они становятся профессиональными. Они бесшабашные, они мужественные, они едут в те места, где опасно, и снимают. Кстати, они сняли довольно много кадров, когда мародерствуют российские военнослужащие. Это тоже есть в YouTube, это все достаточно уже известно. Вот в таких условиях работали журналисты.